коллеги всем добрый день сегодня среда 16 июня записываю для вас видео обзор видео обзор обращения можно сказать по литкоину chia network почему обращение потому что по сути здесь люди разделились как я понял на два лагеря один лагерь говорит о том что chia network это действительно экологический майнинг это будущее будет стоить литкоин десятки тысяч долларов и другой лагерь это даже те люди которые уже у которых уже есть некоторый опыт майнинга по крайней мере это монеты и там не все так однозначно и не все так хорошо даже с точки зрения создания этого проекта руководство там первоначальных инвесторов резервного запаса этих монет и так далее но обо всем об этом я коротко сегодня изложу информацию да естественно я не буду вдаваться подробности потому что в ютюбе десятки даже сотни видеороликов по поводу того как манить chia network в чем вообще суть этого проекта поэтому я думаю я не буду просто нагло копировать информацию из других источников вам предоставлять назову некоторые тезисы которые меня сейчас так сказать вгоняют не то чтобы в ступор да но я не понимаю пока что на сегодняшний день причин почему альткоин должен стоить десятки тысяч долларов в следующий аль сезон дабы поощрить вашу активность я предлагаю также сделать розыгрыш будет целых четыре призовых места три человека получит доступ закрытой моей премиум источника на четыре месяца и один человек получит 100 долларов перевести могу любой криптовалютой вот но любой комментарий не будет участвовать в этих розыгрышах а именно тот который имеет в себе некий конструктив аргументы почему чей network это будущее допустим там пункт 1 пункт 2 пункт 3 почему верите в этот проект проинвестировали в этот проект допустим почему вы майните эту монетку вот и вы можете также написать свое мнение относительно того что вы думаете что чей network это полнейший скам ни в коем случае не стоит инвестировать в эту монету то есть рандомайзере я буду выбирать именно те комментарии которые будут содержать именно конструктив да ну что ж погнали что по че давайте начнем с графика где купить эту монету а чая network usdt зависит не на многих биржах на сегодняшний день можно купить монету на бирже okix я ссылку оставлю в описании к этому видео при желании может быть не сейчас может быть и не завтра если вы проявите интерес допустим к этой монете решите проинвестировать там лесенкой закупить на следующий сезон вы можете сделать это на бирже okix ссылка будет с кэшбэком на комиссию 20 процентов дальше что мы видим на графике ну понятно что мы можем перейти с вами на недельный таймфрейм и по большей части здесь нисходящий тренд то есть сразу после листинга цена моменте было даже 2500 долларов до были до листинга и еще фьючерсы насколько я знаю да там цена тоже переваливала за 1000 долларов вот и многие блогеры снимали видеоролики с посылом то что монета уже стоит дорого да и при листинге она будет только-только расти сразу после листинга мы увидели с вами ну естественно в большинстве случаев можно сказать 95 процент случаев из 100 происходит именно снижение мы увидели с вами этот дамп на недельном таймфрейме естественно фибоначчи с какой-то зоны потенциального дна допустим вот здесь определить невозможно поэтому у нас есть одно единственное решение это обратить внимание на дневной таймфрейм до на дневке здесь был импульс коррекция импульс здесь дальше уже в середине мая пошел негативный фундаментал по всему криптовалютному рынку частности про биткоин запрет майнинга в китае потреб инфляция страхи инвесторов там илон маск и так далее сейчас вы все это прекрасно знаете если подписаны телеграм-канал трейдер 80 на 20 кстати раз уж речь зашла об этом сегодня важный день сегодня среда второй день заседания фрс на что обратить стоит внимание я опубликовал пост от 15 июня очень удобный мой взгляд понятный пост про заседание фрс несколько статей про то что думают основные инвест дома какая информация есть по инфляции по сокращению стимулов ну и другие некоторые данные кстати что касается гэпов ребят кто думает что гэпа будут закрываться там спустя месяц спустя год довольно интересное мнение наверное она блин близко к истине до оставил один из моих подписчиков поэтому опять же можете поставить сейчас на паузу перейти в телеграм-канал и ознакомиться с этой информацией да кто считает что гэпы должны обязательно закрываться на 50 тысяч долларов допустим на 9 тысяч долларов и так далее вот поэтому я вам говорил даже что по гэпам вот по фьючам я не мастер то есть у меня нет там предельно понятного и возможно правдивого мнения вот но есть человек который скорее знает больше чем я поэтому от 15 июня пост ознакомьтесь обязательно вот поэтому смотрите что сейчас у нас на чьи нетворк давайте сначала по графику потом по фундаменталу некоторые тезисы идет дамп идет коррекция то здесь был а памп коррекция памп да то есть первая волна можно 2 3 да вот далее здесь но по сути это был ну грубо говоря зон 27 если мы берем фибоначчи на рост если мы все же ее возьмем да здесь отметим от хая ой точнее от low ну пусть будет до хая мы здесь уперлись зону 27 зона потенциального максимума зона сопротивления на пути там можно сказать цель здесь коррекция была изначально зону 61 8 да вот эта фиолетовая линия сейчас я уберу эту фибоначи мы рассмотрим фибу на снижение потому что идет нисходящий локальный тренд мы видим с вами дамп мы видим с вами максимально слабую коррекцию пути это 23 6 860 долларов но с небольшими пробоями там зону 38 уровня коррекции сейчас же чья пришел в зону 27 зоны 27 это зона потенциального дна если брать с погрешностью он начинается там от 460 долларов до ну плюс-минус до 280 то есть здесь потенциально у этой монеты может сформироваться дно после чего альткоин ну полетит по крайней мере там куда-нибудь зону 61 8 то есть даст более сильную коррекцию зона 27 может отработать и в зону 78 6 да то есть потенциал ближайший по че это выйти снова за 1200 долларов до 1400 плюс-минус по этой дневной фибоначи я полагаю да и по графику это понятно это фибоначи останется надолго с нами да потому что у нас идет 61 8 уровень это вообще отрицательное значение зона 27 понятное делать положительное значение с погрешностью чем может спокойно лететь и там в 200 баксов в принципе упасть до 280 270 250 долларов нижняя граница диапазон накопления может сформироваться здесь то есть идет импульс коррекция зона 27 потенциальное дно формирование этого самого да и соответственно отработка то есть на это может уйти не один даже месяц то есть не один месяц в то же время это фиба не на недельном таймфрейме прошу обратить внимание то есть естественно не имеет такой силы как на более старших таймфреймах отрабатывали другие альткоины да там можно сказать десятки если не сотни зон 27 я вам предоставил свое время 95 97 процентов альткоинов отработали на десятки иксов эти зоны но это было ска не скорее это было в основном в зоне 27 вот в этой же зоне 27 только на недельном таймфрейме вот поэтому естественно если вы все же ориентируетесь на то чтобы дождаться недельную фибоначчи то скорее это произойдет еще не скоро как только недельная фиба здесь появится с потенциальной зоной дна она может сместиться еще ниже то я вам ее естественно предоставлю так давайте пройдемся по некоторым тезисам не хочу затягивать видео но скажу все же пройдусь по некоторым наверное негативным моментам которые я взял для себя из последних видеороликов просмотренных мной во первых нет полноценных пулов чья которые обещают уже не первый месяц и мая обещали и в начале июня да сегодня уже более чем середина июня соответственно этого еще не было предоставлено на что разработчик да главный можно сказать данного проекта говорит о том что проекту ну якобы меньше месяца да это все дело запустили там или два месяца уже прошло сколько там полтора вот и они якобы не знали о том что понадобятся эти самые пулы хотя этот человек заявляет о том что изобрели проект еще в 2017 году то есть именно чья не трус да то есть это конечно странная ситуация меня немного тоже в этом плане смущает до его позиции есть у компании также стратегический резерв в размере 21 миллион монет вот то есть это те монеты которые уже по сути напечатали да то есть это не bitcoin и сравнивать чей нетрок с bitcoin просто бессмысленно да то есть никакого смысла в этом нет больше даже компания токена этой компании больше наверное подпадают под какие-либо правила комиссии по ценным бумагам сек то взяли напечатали грубо говоря эти ценные бумаги ну пусть будут токены да и соответственно они у них просто на все есть они могут их продавать в принципе в любой момент естественно они сейчас резерв не трогают как только они начнут этот самый резерв трогать либо заявлять о том что они продают а может они уже продают я сейчас откровенно говоря не могу наверняка сказать то естественно это лишь так сказать появится очередной негатив в направлении данного проекта так есть также управляющий совет и соответственно уведомлять о продаже они обязаны ну по их словам естественно не могут сказать неправду мы же в крипте по сути находимся да за 90 дней до продажи как только не заходя там продать допустим не за 100 тысяч монет они должны об этом сообщить за 90 дней посмотрим будет ли так или нет ну по сути это получается наверное не майнинг майнинг наверное будет может быть правильное слово да там с помощью жестких дисков а может быть неправильно премайнинг еще называют при фарминг что-то в этом духе да но по сути монеты уже напечатаны и потребуется вы не поверите 21 год фарминга этих монет чтобы количество токенов у майнеров сравнялось с стратегическим резервом этой компании 21 год то есть только через 21 год у всех майнеров будет столько же монет сколько соответственно сейчас лежат в стратегическом резерве вот но не знаю якобы это не ценные бумаги вот они говорят да что они хотят сотрудничать с комиссии по ценам бумага были такие заявления соблюдать все правила и так далее но уже по факту как бы все больше не знаю больше склоняется к тому что все же они попадут под правила того что это все же ценная бумага нежели нет поэтому это еще один звоночек почему я не могу вот сейчас взять и наверняка сказать вам о том что все же chain networks этот альткоин стоит прямо набирать но по крайней мере там на всю котлету с текущих потому что 400 долларов за альткоин вот эта зона 27 это все это дно да то есть это самая минимальная можно сказать цена так дальше что касается вообще видеороликов получается какой-то подкаст да получается потому что я ничего не показываю но график ну ладно если буду показывать и тогда минут на 40 затянется что касается вообще ютуба что касается все еще все этой шумихи у меня есть информация что все же был проплаченный контент у самых топовых можно сказать зарубежных майнеров вот потом вся эта шумиха пошла весь этот хайп начался по поводу chain networks да и подключились также русскоязычные блогеры да почему потому что ну понятное дело это хайп а все что на хайпе прибавляет подписчиков на youtube канал то же самое что и был альткоин рипа вот вы спрашиваете альткоин рипа почему там есть люди которые снимают снимали или снимают только про альткоин рипа да потому что именно видеоролики про альткоин рипа давали большее количество подписчиков естественно компания рипа не платила этим блогерам деньги но это бред там не нужно платить блогерам деньги чтобы они снимали видеоролики про рипу да вот сейчас конечно все убавилось да и видеоролики про рипа не дают такую большую активность и был момент месяц назад когда именно видеоролики про chia network создавали самый большой прирост по количеству подписчиков и зарубежным соответственно блогерам да и соответственно русскоязычным вот но опять же повторяюсь есть информация то что здесь маркетинговый отдел довольно хорошо работает да и соответственно были определенные выделены бюджеты именно для этих можно сказать первых лиц youtube пространства до в этой теме для того чтобы так сказать разогнать интерес к этому проекту можно сказать заставить людей пойти и сметать полок hdd диски да то есть чтобы соответственно все это дело майнить ну и соответственно снимать про этот моих видеоролик но тоже это дело как видите скорее всего так и было скорее всего да нет у меня особых как у youtube можно сказать блогера хотя не называю себя блогерами нет особых сомнений в том что это скорее правда чем неправда любого проекта должен быть мощный маркетинг если нет маркетинга какая бы технологию тебя замечательно не было не было у тебя литко не будет расти он не будет никуда за листин и так далее да да то есть но будет там постоянно нисходящий грубо говоря тренд именно марки маркетинг агрессивный маркетинг тем более на обычном рынке естественно разгоняет цену там может разогнать цену до небес я уже говорил это в премиум своем канале да то что ко мне вот те монеты которые сейчас есть в топ 100 одни из этих проектов обращались лично ко мне для того чтобы я снимал про но про эти проекты соответственно визе ролики наверное нужно было согласиться потому что мне предлагали довольно большое количество монет которые сейчас на пиках можно сказать дали бы мне ну довольно существенные деньги для моего капитала именно процента от депозита в то же время я не жалею то что не рекламирую эти самые проекты все же да но я вам как пример привел того что все же там продажный можно сказать youtube он существует вот под проекта он есть то есть я его не отрицаю я знаю что он есть если вы этого не знали то теперь знаете но это не компания ripple потому что компания ripple вот с кем я общался и в том числе зарубежными блогерами там суть была немножко в другом том что это все дело на хайпе грубо говоря в свое время было и на протяжении даже всего даун тренда все литко все видео обзоры про ripple набирали большое количество просмотров ну да ладно я затянул с этой темой давайте дальше пройдемся по одному также важному моменту из последнего видеоролика буквально двухдневной давности по майнингу соответственно один из майнеров сообщил то что он вложил там около 650 евро в 4 четырех как называется гигабайт когда жестких диска вот и еще что-то там купил м2 как-то так называется да соответственно он сейчас в день в день при текущей цене немаленькой цене 420 долларов немаленькая я не думаю что 420 долларов это сверх дешево да цена может опуститься и до 100 и до 50 баксов почему нет он получает всего 0 65 цент то есть примерно 65 цент можно взять там диапазон от 50 до 75 центов неважно давайте возьмем за основу 65 цент так ли это или нет ну решать вам если меня смотрят какие-то майнеры я думаю что вряд ли у него был не знаю какой-то стимул в этом вопросе соврать то есть он показал оборудование да соответственно сказал сколько на это потратил денег возможно у кого-то выйдет дешевле у кого-то дороже но тем не менее это всего лишь 0.1 процент в день да все вроде бы всего лишь да по сути это три процента в месяц при текущей цене повторяюсь три процента в месяц и годовых это получается 36 процентов да то есть окупаемость но округлим это три года три года в крипте окупаемость ну скорее это долго чем чем недолго но с другой стороны если посмотреть на на все это под углом наверное сравнение с какими с какими-то бизнесами там вложениями там недвижимость если вы приведете такой пример то вы окажетесь естественно право там квартиры допустим недвижимость но по крайней мере в россии там москве может окупаться там я не знаю 20-25 лет жилая недвижимость да коммерческая ну до 10 лет кто покупает коммерческую с окупаемостью в 12 13 15 лет ну не знаю скорее это должен быть какой-то там супер объект который всегда будет ликвиден там на первой линии с высоким трафиком да под общепит который подойдет легко под магазин под аптеку и так далее да до 10 лет и свыше 10 лет там в принципе сделки они проводятся хотя я у меня есть и я сам да покупаю недвижимость да и раньше я занимался коммерческой недвижимостью я знаю то что сделки в основном проводится там где окупаемость от 5 до 8 лет то есть вот прям сделка а то что выше восьми лет может продаваться прям год два три там пять вот поэтому да если сравнивать с реальным сектором но естественно три года это но не о чем по срокам окупаемость но в то же время хотелось бы в крипте но все же не 0 1 процент не 3 процента месяц до больше также можно сравнить доходность с доходностью там каких-то крутых хедж-фонд до крутым хедж-фонд считается даже когда он зарабатывает те же там 30-40 процентов годовых является можно сказать топовый хедж-фонд хороший фонд это хорошая высокая доходность да потому что некоторые думают вот если ты не получаешь там десятки иксов от крипты в год или там сто процентов в год или 500 процентов 1000 процентов в год то ты никто в этой сфере но естественно нет да если брать все же большие деньги да если брать компания и людей конкретно которые управляют большим как сказать большими средствами действительно большими деньгами там речи не идет о том чтобы эти большие деньги пытаться как-то разогнать те же 30 там 40 процентов годовых это не то чтобы нереальная доходность но это офигительная доходность вот поэтому если сравнивать вот с этими двумя вещами то скорее скорее в принципе в этом что-то и есть да в этом что-то и есть но все же большинство сейчас манер как я понял повторяюсь да все же не довольна политикой компании chia networks в целом из тезисов которые я себе для себя взял это это все да все остальное там хвалебные какие-то видео обзоры вы можете найти там ютюбе естественно брать chia token или chia альткоин там перспективы посмотреть видеоролики сделать какие-то свои выводы но меня больше интересует такая более негативная сторона для того чтобы понимать к чему необходимо быть готовым какие перспективы есть перспективы там снижения цены перспективы потеряните интереса к майнингу этого альткоина а сейчас на данный момент по моим опять же видеороликам которые посмотрел не рекомендуют выходить на майнинг данного проекта ну и плюс сложность майнинга будет расти да и соответственно другие подобные вопросы сейчас не на стороне это в альткойн поэтому еще раз я обращаюсь к вам напишите если вам не сложно если вы в теме и если вы в теме больше чем я вы в любом случае да скорее всего больше в теме чем я да если вы занимаетесь майнингом этого альткоин если вы закупаете этот альткоин надеюсь вы на хаях это не делали потому что в любом случае альткоин любому после листинга необходимо отстыть, какую-то зону нащупать и, соответственно, там уже принимать решение. Сейчас мы находимся в зоне 27. Что бы я делал? На самом деле я бы выделил какую-то, грубо говоря, символическую сумму от своего капитала, но пусть будет максимум 3% от ваших всех денег, задействованных в инвестициях. И вот эти 3% расформировал до вблизи вот этой зоны 27 и ниже. То есть какой сценарий у нас может быть? Еще раз. Зона 27 для инвестирования. Ну пусть будет 280, верхняя граница 460. То есть здесь в текущих, в принципе, уже можно совершить какую-то покупку. То есть, допустим, на 30% денег, которые вы выделяете на этот альткоин. Не 30% от депозита, а 30% от денег, которые вы выделяете на этот альткоин. То есть у вас остается еще 70%. Вы можете, в принципе, там 35% и оставить. И оставить, ну не 35, можно даже 40, можно 35, в принципе, оставить там 65%, либо 60% от тех денег, которые выделяете именно на эту монету. То есть в этом диапазоне я допускаю, да, и скорее всего я тоже рассмотрю покупку на 30% от тех денег, которые я выделяю на эту монету в долгосрок. Потому что брать какие-то краткосрочные сигналы или краткосрочные перспективы неинтересно именно на этом проехать. Это слово совсем. То есть понятно, и трейдинг от ланга неинтересен, да, и, соответственно, ну зачем? Вот. В зоне 27 монета пока туда только пришла. Диапазон накопления спокойное, там, снижение свободное может продлиться до 280, могут быть отскоки и так далее. То есть вот здесь я считаю, что можно приинвестировать 30%. Дальше. Остальные 70, да, по 35, или если выделить 35% здесь, то я бы уже брал в другом диапазоне. То есть мы можем даже немножко примитивно взять вот этот потенциальный диапазон зоны 27, который может отработать, и ваши вложенные деньги уже здесь могут дать вам профи, да, если брать отработку зоны 27, это получается середины 250%. Хорошие деньги, да. Ну, то есть эти деньги при отработке зоны 27 уже будут, ну, более существенны, несмотря на то, что вы здесь, грубо говоря, на все 3% от вашего капитала не зашли. Дальше я бы уже сместил диапазон накопления, и следующие 35% проинвестировал в следующем диапазоне. Ну, давайте сделаем, грубо говоря, на глаз, где-нибудь середину выделим, то есть диапазон накопления потенциально, если смещается вниз, берем середину этого диапазона, попадаем на 186 долларов. Ну, пусть будет 180. Ну, 190, хорошо, давайте округлим. То есть следующие 30% можно вложить здесь при цене, ой, не 30%, 35, да, при цене, при цене 190 долларов. Вот, ну и, соответственно, у вас будет уже позиция сформирована на 65%. И оставшиеся 35%, я считаю, что можно взять ближе к 61,8% визуально. Ну, естественно, мы не можем туда дойти, но все же можно сделать... Вот почему не можем дойти? Потому что минус 50 баксов мы же не можем стоить. Ну, не мы, а литкончие. Можем диапазон сместить ниже. Если мы диапазон сместим ниже, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Это будет минус 23 баксов. Ну, естественно, ну, не может литкоин столько стоить. Поэтому здесь мы получаем реальный диапазон накопления, где может сформироваться, да, дно, и мы можем получить 250% сразу с этой покупки. Вот, также мы можем... Диапазон накопления может сместиться на один, можно сказать, этаж ниже, вот сюда, при цене в 190. Дальше, ребят, оставшиеся 35%, наверное, там, как-то по лимитным ордерам я бы не покупал. То есть оставшиеся 35% на этот альткоин я бы оставил на цену, возможную цену, вблизи 100 долларов. Круглую отметку, там, 100 долларов, 110, там, 90 долларов, куда-нибудь туда. И все. То есть и уже по факту купить. По факту не лимитным ордером, да, а по факту, допустим, вот такой ситуации, когда мы вроде два диапазона сходили, все, вы здесь купили, там купили. Окей, здесь готовы, но пока не знаете, куда ставить лимитку, и, скорее всего, ну, не понимаете, да. Но здесь, вот в этом диапазоне, примерно, ну, пусть будет, я уже сказал, там, вблизи 100 долларов, да. Вот здесь скорее необходимо будет уже обратить на стадию рынка, на поведение биткоина, на возможное формирование дна всего криптовалютного рынка, на биткоин-доминацию, на капитализацию всех альткоин, альткоинов, и, соответственно, я вам, скорее всего, в этом, ну, по-любому, не скорее всего, а точно помогу, да, то есть что касается дальнейших инвестиций в эту монету, да и, впрочем, в любые другие альткоины, как я это делал в 2019 и в 2020 году, когда показывал вам зону 27 на недельное таймфрейме, абсолютно на всех топовых альткоинах, да, и в том числе на биткоине, от которой предполагал и на Total 2, от которой предполагал полномасштабный альтсезон, который, собственно говоря, естественно, произошел, вот, поэтому здесь, вот в этих двух диапазонах, при цене в 190 и при цене там 400-420 долларов, я бы проинвестировал, в принципе, сюда 65% от своих денег, то есть можно купить с текущих, можно купить при цене в 190 долларов, и, на мой взгляд, следующую покупку можно произвести уже только если будет какой-то, ну, прям, можно сказать, форс-мажор, и цена Чео будет от 110 там до 80 долларов, может быть, до 70 долларов здесь докупить, и в новый альтсезон, соответственно, при отработке в зону 27 вы уже получите, естественно, не 250% профита, да, к вашим первоначальным покупкам, а куда больше, потому что ваша средняя стоимость сместится. Ребят, затянул, все равно затянул видеообзор, хотелось вообще записать на 15 минут, по тезисам прошлись, прошлись по графику, по дневной фибоначчи, я нанес свои мысли, естественно, это не панацея, сейчас в любом случае будут люди, которые напишут то, что Чео это скам, опустится до доллара, в теории, ребят, абсолютно любой альткоин, который вы видите в CoinMarketCap, может оказаться скамом, я это уже объяснял, да, то есть причина, допустим, не причина краха крипторынка там в 2018 году, а причина вообще снижения любого альткоина там на 99%, наверное, все же обуславливается, также не наверное, а точно обуславливается тем, что проходит определенная там эпоха хайпа, да, то есть тогда был там хайп вокруг ICO, сейчас хайп DeFi, там NFT, да, и, соответственно, возможно, что-то будет связано с экологическим майнингом, но пока что экологический майнинг, ну, насколько я знаю, вот кроме Чео, каких-то вот таких ярких, можно сказать, распиаренных, по крайней мере, проектов, их нет, а так мы в крипте, ребят, любая монета, в которую вы вложите свои деньги, может вам принести ровным счетом ноль, вы должны это понимать, если вы взрослый адекватный человек, да, то вы это понимаете, вот это не кнопка бабло, все же, да, но тем не менее, естественно, криптовалютный рынок дал большому количеству людей возможность в корне изменить свою жизнь и мне в том числе, но в то же время не нужно отключать кукуху, свою голову, да, и все же рассуждать более трезво, любая монета, в которую вы проинвестируете, может соскамиться, в том числе и Altcoin Chia. Я поделился своим видением, как это можно сделать по графику, я поделился своими, ну, можно сказать, некоторыми переживаниями, почему я, допустим, не выделяю большой процент депозита на покупку этой монеты в долгосрок и призываю вас в очередной раз проявить некоторую активность, если вы больше в теме, чем я, если вы располагаете действительно полезной, нужной информацией, с которой готовы поделиться и со мной, и с другими пользователями, с другими моими подписчиками, то просьба оставить этот комментарий, и вы автоматически будете участвовать в розыгрыше доступа к моим премиум источникам на 4 месяца, либо, соответственно, вы получите 100 долларов. Спасибо за внимание, на связи, пока.